Всем огромный привет! Это третья часть видео о моих пустых баночках. Осталось мне показать не так много. И эту часть я начну вот с такой маски. Это у нас тканевая маска для кожи вокруг глаз от компании Секреты Лан Тибетские Травы. Она состоит из двух этапов. Первый этап это тканевые очки, скажем так, конечно же я их вам покажу. А второй этап это крем, керамида с биозолотом. По сути это не крем, это гель, очень липкий, и эта липкость абсолютно никуда не проходит. Девочки, я не знаю, что мне делать с этими керамидами. Возможно, я это все отрежу и потом вылью в баночку, как-нибудь буду использовать. Но именно для кожи вокруг глаз мне не нравится их использовать. Сейчас я вам покажу, как выглядит эта маска. Вот такие две штучки, скажем так, да? То есть выглядите вы как в маске Зора. Соответственно, широкая часть это на нижнее веко, узкая на верхнее веко. Маска по своей сути довольно-таки неплохая. Здесь заявлено, что она помогает уменьшить мешочки под глазами. Для меня это важно. А также темные круги и мелкие морщинки. И крем вот эти керамиды с биозолотом закрепляет действие маски, дополнительно увлажняя нижнюю кожу вокруг глаз. Девочки, я это не заметила, когда в прошлый раз использовала этот продукт. Эти вот керамиды мне ничего не увлажнили. Это ужасная липкость, которая никуда абсолютно не проходит. Я повторяюсь, да? Не знаю, что с ним делать, но это ладно. Опустим момент. Я хотела бы заострить внимание вот на чем. Здесь написан нам способ применения. Здесь написано о том, что через 20-30 минут снять остатки геля, смыть водой. Девочки, я пренебрегла, скажем так, этим моментом, и я не смыла. Что я получила. То есть я с утра сделала эту маску и ушла на целый день. То есть в течение дня у меня начался ужасный зуд. И уже когда вечером я пришла домой, я увидела, что у меня, скажем так, буду показывать на этой маске. То есть смотрите, мы кладем под глазки, над глазки, да? А эта часть уходит ближе к виску. Так вот, на этой части, где у меня висок, у меня образовались шелушения, краснота. Такое чувство, как будто я сгорела на солнышке. Ужасный зуд. Конечно же, потом я терла себя влажными салфетками, но это не помогло. То есть вообще, по сути, девчонки, могу сказать, очень громко заявляя, как будто получился ожог. Поэтому все-таки пренебрегать, наверное, то, что нам советует производитель, не стоит. И лучше делать так, как написано. Так что будьте, пожалуйста, аккуратны. А так маска неплохая, отеки немножко снимает. Ну, девчонки, за ту стоимость, за которую я взяла эти продукты, маска работает неплохо. Далее покажу вам пробничек крема дневного Гордерика. Использовала его мама. В свое время я также использовала такие пробнички, что мне, что маме этот крем очень понравился. Девчонки, в планах его приобрести. Но я не знаю, суждено ли этим планом, честно говоря, сбыться, потому что в запасе достаточное количество кремов для лица, как и дневных, так и ночных. Но крем неплохой. Также мама использовала вот такой крем. Это у нас Виши, лифт-актив, ночной крем. Такой пробничек также у меня был. Девчонки, это просто шикарный крем. Вы знаете, такое чувство, как будто лицо абсолютно все собирается в кучку. Мгновенный лифтинг-эффект. Очень классный крем. Безумно он понравился маме. Также в свое время безумно нравился он мне. Но, к сожалению, приобрести полноразмерную версию пока на мне по карману. Девчонки, но крем очень достойный. Лифтинг-эффект очень явный. С утра встаешь, лет на 10 помолодевшая. Как мама сказала, шикарный, шикарный просто продукт. Еще один крем мама использовала. Это интенсивный ночной крем про эликсир с гиалуроновой кислотой. Мама сказала, неплохой крем, но так что прям бежать его и покупать, ну, как бы, то есть нет. В принципе, я с ней полностью солидарна. В свое время я также использовала подобные пробнички. Сестра мне дарила вот такую маску. Это компания Эвелин Косметик. Маска с зеленой биоглиной, глубоко очищающая, концентрированная формула, экспресс-эффект. Матирует и сужает поры, снимает признаки усталости, придает коже эластичность. Для нормальной комбинированной и жирной проблемной кожи. Девчонки, я эту маску использовала тогда, когда, опять же, повторяюсь, цвела как майская роза. Были у меня воспаления. Я вам говорила ранее о том, что решила я сесть на сладкую диету, чтобы поправиться. Но на самом деле ничего у меня не выросло, кроме прыщей. Это были ужасные подкожники, рога, по-другому не скажешь. Лечила их чем только могла. Маска мне это помогла. В лечении действительно помогает уменьшить воспаление. Здесь у нас небольшой объем 7 мл, девчонки, но этой маски мне хватило на 3 применения. Я ее наносила именно, скажем так, на проблемные зоны и на Т-зону. Прекрасно очищает, осветляет черные точки, убирает воспаление. Шикарный продукт. И хотелось бы мне еще отметить, что эта маска не сохнет на лице, то есть не превращается в корку. Кремовая консистенция. Такого зеленовато-серенького цвета. Ну, приятный аромат. Хорошая маска. Есть еще одна такая в запасе. Я, конечно же, этому очень-очень рада. Так она стоила в свое время 59 рублей в подружке. Но сестра у меня покупала по распродаже по 15 рублей. Нахапала их очень много. Вот две маски подарила. Спасибо, конечно, я огромная. Маска классная. Так, покажу вам ватные палочки. 100 штук. Как обычно, каждый день. Повторяться не буду. И ватные диски. Точно так же, каждый день 120 штук. Еще раз повторяюсь о том, что качество ватных дисков каждый день очень классное стало. Изменилось. А-ля прошитый край, девчонки. Они плотные, они хорошие. Так что советую. А цена бюджетная. Кстати, забегая вперед, расскажу о том, что хотела купить их. Представляете, пошла в один Ашан. Нету. Во второй Ашан пошла в нашем городе. Так же нету. И на какое-то время они у нас просто пропали. И я не знала просто, что мне делать, где мне их искать. Но сейчас, слава богу, появились они. И прикупила в запасике. Так что да, еще и ловить приходится. Представляете? Так, подошло к концу у нас вот такое мыло. Это у нас компания Фиберлик Оранжевая Мехико. Туалетное мыло, опунца и сочный апельсин. Объемчик небольшой, 70 грамм. Очень приятный аромат. Но я хочу сказать так. Девчонки, срок годности у этого мыла вышел. Я, в принципе, к срокам, простите, годности, ну так, более лояльно отношусь, чем некоторые девочки. Я проще к этому отношусь. Ну, ничего страшного. Подумаешь, срок годности прошел у продукта. Если он не испортился по консистенции, по аромату, я буду использовать его и дальше. Но это, опять же, сугубо мое личное мнение. И, конечно же, я никого не призываю делать так же. Так вот. Девчонки, аромат выветрился. Вот серьезно он выветрился. Вот мыло Фаберлик я не особо люблю, потому что оно не обладает ярким ароматом. Для меня лично это очень важно. Что касается линейки Бьюзи Кафе, мне вообще не нравятся эти мыла, потому что они вообще не пахнут, на мой взгляд. А вот именно линейка путешествия к солнцу, если не ошибаюсь, по-моему, так называется эта линейка, здесь хотя бы были ароматные мыла. Так вот, по стечению срока годности и этот аромат здесь выветрился. Он был едва-едва уловимый, но очень приятно. Здесь чувствовался и цитрус, и какая-то очень удивительная для меня цветочная нотка. Может быть, как раз это и есть опунция. По сути, мне это мыло понравилось. Но, наверное, повторять все-таки я его не буду, но если только по супер-супер бюджетной какой-то цене по распродаже, да, можно повторить. Вот. Ну, а так, конечно, мне хочется мыла с более ярким ароматом. Например, как следующий кусочек. Опять привет в Крым, Леночке. Лен, спасибо тебе еще раз огромное. Это шикарное мыло от компании Арифлейм. Спайсит цитрус. Объем 75 грамм. Потрясающий аромат здесь и апельсин, и корицы, и какие-то пряности. Возможно, здесь вроде бы как и новогодний аромат, но, да, упустила я этот момент. Как вы можете видеть, здесь срок годности было до июля 2019 года. Я просто боялась, что потеряется аромат. Вот именно вот этот момент меня пугала. Поэтому я его достала и использовали с большим удовольствием. Это срез апельсинки. И такое чувство, как будто он напичкан, грубое слово, но другое просто не могу подобрать. Именно какими-то, может быть, вкрапления корицы, какими-то пряностями. Настолько приятно было им пользоваться. Девочки, какая шикарная пена, какой шикарный аромат. Он оставался на руках. Лен, спасибо тебе огромное. Огромное удовольствие я получила, используя это мыло. Улетело за 10 дней. Вот, девчонки, хотите верьте, хотите нет. За 10 дней улетел кусочек 75 грамм. Хотелось мыть ручки только этим мылом. Лен, спасибо, моя хорошая. Очень классно. И в конце мая я положила вот такой кусочек мыла. Это для дамы-господ парфюм и бальзам. Завод братьев Крестовниковых. Обожаю это мыло. Объем у него большой 190 грамм. Но терзаются у меня смутные сомнения, что в июне у меня ни одного кусочка мыла больше и не уйдет. Потому что до сих пор этот кусочек мыла у нас лежит в мыльнице. И там еще полкуска точно осталось. Но, опять же, нас не пугает этот объем большой. Я люблю это мыло за его шикарную нежнейшую пену, за такой же потрясающий нежнейший аромат. Нас абсолютно не пугает этот большой объем мыла просто отличного качества. Советую. Выбрасываю. У дочки в закромах нашла вот такие продукты. Наверное, я долго на них останавливаться не буду. В свое время у Essence была такая линейка, такое баловство, типа гель Nail at Home. То есть вы можете делать гелевое покрытие дома. В состав этой линейки входила лампа, которая прекрасно, кстати, работает по сей день. Просто шикарно, да. Это, наверное, единственная хорошая вещь была в этом наборе, да. И, соответственно, разные покрытия. В свое время я такие покрытия уже повыбрасывала. Здесь вот нашли в закромах. Ну, девчонки, это баловство. Поэтому долго даже останавливаться не буду. Это ерунда, на которую даже не стоит обращать никакого внимания. Так, у доченьки закончилась вот такая вот подводка. Это Жан-Мишель. Бюджетная просто марка. Продается она в магазине Улыбка Радуги. И конкретно эту подводку она покупала всего лишь за 100 рублей. Подводка ей очень понравилась. Здесь фетровый кончик. Очень удобно ей рисовать стрелочки. Но все, уже подводка умерла. И кончик уже разлохматился. Но ей очень нравилось. Девчонки, ну, сейчас она стоит, может быть, рублей 120, там, может быть, 140 до 150. Ну, очень дочке нравится. В принципе, могу даже и посоветовать. И хочу вам показать парфюмы, ароматики. Подошел к концу. У меня вот такой аромат. Это мини-версия. Компания Эйвен. Через Зе Момент. Если я правильно читаю. Объем 10 миллилитров. Получала я его в подарок. Приезжал он ко мне из Липецка от Натали. Натальечка, привет. И огромное, огромное, огромное тебе спасибо за доставленное удовольствие. Я даже не ожидала, что мне настолько понравится этот аромат. Канал Натали Кис. Маташ. Чудо. Спасибо, моя дорогая. Улетел в лед. Есть у меня еще такой лосьон для тела парфюмированный. Пока держу его в запасе. Вот такая красота. 10 миллилитров. Девчонки, я залезла на фрагрантику. И с вашего позволения я вам зачитаю ноты. Итак, что же нам пишет фрагрантика? Верхние ноты. Шампанское, тюльпан, лист черной смородины. Средние ноты. Белый гидихиум. Девочки, я даже не знаю, что это такое гидихиум. Бог его знает, даже не знаю. Так вот, ландыш и орхидеи. И базовые ноты. Белый кедр, мускус и пачули. Потрясающий цветочный аромат. Он такой приятный. Это весна. Это начало осени. И можно пользоваться летом. Девочки, он просто потрясающий. Наталья, я просто в шоке. Спасибо тебе огромное. Пользовались вдвоем с ребенком. Еще раз повторяюсь, улетел просто на раз-два. Очень понравился. Классный. У моей сестры закончился аромат от Moschino. Это I Love. Объемчик здесь у нас 30 миллилитров. Это также один из любимых ароматов моей дочери, кстати. Сестра могла бы поделиться с племянницей. Сделать яд Левант, но не сделала. Также с фрагрантики я списала ноты. И верхние ноты здесь апельсин, грейпфрут, красная смородина, лимон. Средние ноты чайная роза, камыш, ландыш, сахарный тростник, корица. И базовые ноты, мускус, белый кедр и древесные ноты. Если слушать аромат именно из крышечки, это очень приятный цитрусовый аромат. И я могу сказать, вот вы знаете, наверное, с какой-то, ну, с грубостью какой-то, что очень ароматы похожи между собой с Дону Филичи. Вот этой цитрусовой ноткой. Очень классный аромат, вообще, ну, просто бомбический. Часто бывают на него акции, так что можно купить и со скидочкой. И еще один аромат закончился у моей сестры. Это у нас Банана Репаблик, Вилд Блум, версия Верд. Очень красивое, конечно, оформление. И также я залезла на фрагрантику, дабы вам зачитать ноты этого аромата. Верхние ноты лист фиалки, красное яблоко, груша. Средние ноты горденья, магнолия, персиковый цвет. Базовые ноты тиковое дерево, сандал, кокос и мускус. По сути, аромат похож немножко на аромат ланвин, именно оригинальной версии. Но слегка с какой-то цитрусовой нотой. Очень классный, очень приятный. В принципе, его можно купить, наверное, тысячи за полторы при хорошей цене, при акции. Объемчик у нее здесь 30 миллилитров. Тут у нее немножечко осталось, но, к сожалению, это никак не достать. Аромат очень приятный, очень меня, кстати, он удивил. Все, друзья, вот такие вот пустые баночки у меня были. Столько баночек накопилось в мае месяце. Ну и, конечно же, огромное спасибо моей сестре за предоставленную возможность рассказать и о ее продуктах. Я думаю, что вам все-таки была полезна и эта информация в том числе. Друзья мои хорошие, мои спасибо всем огромное за внимание и просмотр. И всем пока-пока!